SCP-1767. Трущоба. Объект номер SCP-1767. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Район проявления SCP находится под контролем агентов фонда в штатском. Субъекты, проживающие в пострадавших от SCP-зданиях, выселены, а на их место поселены агенты фонда для наблюдения за аномалией. В случае проявления экземпляров SCP-1767-1, они должны быть уничтожены, а их остатки доставлены в зону 77 для дальнейших исследований. Описание. SCP-1767 представляет собой аномальную область в Лондоне, Великобритания. Для проявления аномального эффекта обитатели области SCP должны жить в условиях нищеты. Чем хуже условия жизни, тем интенсивнее будет проявляться эффект. Насколько известно, в пострадавших районах субъекты жили по 20 человек в маленькой спальне. В условиях примитивной санитарии и вентиляции для пострадавшего от SCP-района были характерны обилие грызунов, вредных насекомых, высокий уровень заболеваемости, высокая младенческая смертность, алкоголизм, проституция и преступность. Первоначальная SCP проявляется как изменение зданий в пострадавшем районе. Внутренний вид здания не соответствует виду извне. Комнаты и коридоры становятся значительно меньше, чем можно было бы предположить снаружи. Окна и вентиляционные шахты, видимые снаружи, прекращают существовать внутри здания. Внутренний водопровод перестает качать воду. Субъекты в этих зданиях выражают по поводу своего окружения недовольство и гнев, усиливающиеся в продолжении их проживания в пострадавшем районе. По прошествии 10-20 дней из пострадавших зданий появляются полугуманоидные сущности, далее SCP-1767-1. Они состоят в основном из камня и бетона, имеют форму различных частей тела, выступающих из зданий. Появившись, они начинают осуществлять различную деятельность, в том числе стучат в стены, ломают окна, дверные коробки и другие хрупкие структуры, скребут стены, потолки и полы, в манере напоминающей грызунов или насекомых. Пачкают одежду и предметы, роняя на них хлопья краски, грязи и пыли. Появившиеся под полом рты издают тихий стон. Голос описан как грубый и имеет мужскую интонацию. SCP-1767 был изначально обнаружен в 1967 году, когда местные правоохранительные органы задокументировали наличие пространственных аномалий. Вскоре после обнаружения начали появляться экземпляры SCP-1767-1 и атаковать местных жителей. Расследование происхождения феномена не принесло результатов. 12.09.1976 SCP-1767 был классифицирован как Евклид. Приложение. Письмо, текст которого приведен ниже, было отправлено из Центрального телеграфного агентства в Лондоне. Автор письма неизвестен. На бумаге имели следы измельченного цемента и неиндифицируемых жидкостей. Как вы можете так жить, когда вы видите подобное вырождение, где люди подобны животным и доведены до полного разорения безразличным обществом, где мораль и этика всех и каждого убивает их судьбы? 13.09.1976 Продолжение следует...